Всем привет, меня зовут Виктория, вы на моем арт-канале. Я давно не снимала видео, я нахожусь все еще в Турции, и мне хотелось сначала оформить какие-то документы для того, чтобы здесь официально и легально оставаться. И находясь в небольшом таком стрессе из-за того, что не все понятно, и как оформлять непонятно, где и главное, что из всего, из возможных вариантов, какой для себя выбрать и какой подходящий именно для меня. А вот не буду рассказывать про статусы, какие можно оформить именно в Турции, об этом очень много видео, информации даже вот есть в Телеграме украинцев в Стамбуле, оттуда, кстати, ну и черпала часть информации. Но по итогу не все так есть, как об этом рассказывают другие люди. Как рассказывают? Ну, ты в чате читаешь. 90 дней туристических у нас закончились, то есть заканчивается, вот еще пару дней осталось. И мы ездили в миграционный центр, в один, а потом сначала там дали направление, в другой, потому если оформлять ВДЖ, это одно место, если оформлять статус международной защиты, то это совсем другое место. То есть это два разных миграционных центра, как оказалось. И в одном из них нам сказали, ну, тот, который занимается именно международной защитой, потому что это более приемлемо для нас, это бесплатно, оформление, и нужно находиться в Стамбуле. В принципе, мы никуда не планируем уезжать из этого города в ближайшее время. И вот в этом центре нам сказали, что для украинцев продлили возможность нахождения, легально возможность нахождения в Турции до 180 дней. Я бы там написала в группе украинцев в Стамбуле, и там началась такая переписка, что это невозможно, что это вранье, что это не так, что есть украинцы, которые уже получили штраф, которые выехали после этих дней. Ну, на самом деле, там несколько условий. Во-первых, нужно попасть, выходить из Украины и попасть в Стамбул, ну, в Турцию, а в моем случае в Стамбул, не позднее, чем 24 февраля. Вот, если кто раньше выехал, естественно, он не попадает под эту категорию. И выезжать необходимо, как я потом перезванивала в украинское посольство и переуточняла там информацию. Там сказали, что если наземным транспортом выезжать в Украину, то проблем не должно быть. На паспортном контроле. Вот, и тоже они это подтвердили в украинском посольстве, что эта информация носит сугубо словесные, то есть документов у них нет, которые бы они нам дали или помогли в этом вопросе. На таможне, если вдруг возникнет такая проблема, вот, то есть они гарантии не дают, говорят, что это ваша ответственность, решайте, как считаете нужным, вот так вот, везде ответственность на себе. Я сейчас как раз прохожу ретрит онлайн, вот, и там у нас задание быть здесь и сейчас, да, брать за свою жизнь ответственность, вот, ну и не только это. И работать со своими убеждениями, которые ограничивают нашу свободу. Вот, вот здесь ограничивают на самом деле. Так что я вот и пыталась в этой группе объяснить, что если с убеждением, что тебя штрафуют, то тебя штрафуют, даже если этот штраф не совсем корректный в твоей ситуации. Вот, ну, это государственные службы, то есть официальный сотрудник мне заявил такую информацию. Как можно ему не верить? Я не понимаю, ну, то есть смысл ему обманывать или смысл говорить какие-то вещи, которые не являются реальностью. Но, с другой стороны, у меня нет подтверждения. Я вот подумала, что надо вернуться в эту инновационную службу, взять контакты этого сотрудника и, если что, ссылаться на него. И, возможно, еще такой вариант получить все-таки этот документ какой-то, хотя бы какую-то ксерокопию или ссылку, на какую можно будет ссылаться. То есть вопрос по итогу не решился. То есть мы не оформляли ни ВНЖ, ни статус беженца, потому что, ну, вот, если есть такая возможность находиться 180 дней легально в Турции, то для чего собирать эти справки и ходить вот эти проблемы. Вот такая история, вот такие новости. И пока тоже непонятно, где мы будем проживать, потому как мы уже и так исчерпали все возможные сроки перебывания наших знакомых. Мы тут уже три месяца находимся. Понятно, что мы не можем здесь всю жизнь, вот поэтому надо искать место, где мы сможем в дальнейшем жить. И с этим тоже вопросы. Поэтому вопрос все еще висит. И когда столько, как это, нерешенных ситуаций, то, естественно, много переживаний. Я вот думаю, что кседых волос добавилось, но... Ну, а сейчас, на данный момент, мне ничего не угрожает. И я вот стараюсь быть здесь и сейчас, как, в принципе, и говорит нам наш, ну, можно сказать, учитель, да, на ретрите. И сейчас мне, в данный момент, ничего не угрожает. Здесь тихо, спокойно. Вот сороки, как сказать, поют, и стрекочат, да, птицы поют. И, в принципе, у меня есть материалы, я могу рисовать, творить, есть еда. И пока все хорошо в данный момент. Что будет завтра, неизвестно. Но, надеюсь, тоже все будет хорошо. И мой мир... Ну, такое полезное убеждение, хотя, наверное, тоже не стоит его иметь прямо и ориентироваться, что со мной всегда все будет хорошо. Потому что это не всегда так, бывает все по-разному. Но это, наверное, скорее всего, надо держать такое состояние, а не убеждение, что со мной, с телом, да, может что-то случиться, но с моим сознанием оно смотрит вот изнутри, и с ним никто ничего не сделать не сможет. Никогда. То есть оно всегда смотрит, его нельзя остановить, и оно всегда, как это, созерцает, воспринимает этот мир, и вот с ним ничего поделать нельзя. А уже с обстоятельствами можно будет что-то поделать, порешать, изменить и так далее. Вообще, Стамбул очень красивый город, и можно было многое о нем рассказать, хотя я не являюсь туристическим блогером, хотя когда-то мечтала таковым стать. Но понимаю, что это прям постоянное включение, это отдельная вообще история, отдельная профессия, можно так сказать, и меня на сто процентов в эту область не тянет. Вот я хочу оставаться художником, который снимает какие-то видяшки, выкладывает, а основную свою деятельность, наверное, вот на творчество направляет такое, которое закрытое, что ли, да, не связано с перемещениями. Вот, но вставлю небольшое видео, как мы плыли на кораблике, если, кстати, здесь можно брать на заметку, кто находится в Стамбуле или собирается посетить, можно ехать на обычном транспорте, на пароме или на корабле, я не знаю, как правильно назвать этот вид транспорта, который плавает по Посфору. Вот их очень много в разных направлениях, они очень часто ходят, и есть поле длительное, которое на час-полтора, вот в одну сторону, допустим, из Эминю и до Белькоза, занимает полтора часа, и можно увидеть весь Стамбул. Да, там назад придется, наверное, ехать, ну, там можно выбрать такой маршрут, что ты приезжаешь туда, и через там 20 минут можно ехать назад, и тогда у тебя 3 часа просмотра на корабле Стамбула. В общем, можно выбрать такой, такой вид поездки, и не брать какой-то туристический, где будет, кто не любит, когда наговаривают эти, каких-то там экскурсоводы, какую-то ненужную информацию. А вот насладиться видами, очень красиво, видны все достопримечательности Стамбула, и если такая не жаркая и не холодная погода, то это просто в удовольствие. Мы видели там дельфинов, мы видели подводную лодку, так что еще можно видеть какие-то интересные, ну, как эти, большие такие, как их называют, транспортные корабли, которые там транспортируют по Босфору. Вот, и цена. Я не знаю, сколько прогулочный стоит, там, 200 лир или 100 лир, не знаю, не узнавала о цену. А вот на этом транспорте это будет стоить 7 лир. 7, по-моему, с чем-то. Вот, так что есть разница. Ну, это так, на заметку. Ставлю небольшое видео. Это дома вдоль Фосфора. Мы плывем на пароме из Бейкоза в Эминю. Да, правильно назвала? Ну, могу ошибаться в названии. А из Бейкоза, потому что мы там находимся, и это как раз ближе к Черному морю. Вот, а приплывем ближе к Мраморному морю. То есть, его там будет видно. Ну, как видно? Ну, видно, вот, что дальше уходит в горизонт моря. Поэтому это такой маршрут вдоль всего Босфора. Очень прикольно, как маленькое такое путешествие. Мы проплываем по двумя мостами. И эта поездка занимает полтора часа, как я ранее говорила. Так что можно насладиться видами. В дальнем поездке на пароме продают и чай, кофе. Так что можно пить чаёчек и рассматривать один из красивейших городов, мне кажется, в мире. Ну, я не была везде, не могу утверждать. Но когда первый раз я приехала в Стамбул, я почувствовала, что я дома. Вот такое ощущение. И, кстати, мне попалось одно видео, в котором мы говорили, что бывает такое, когда человек живёт в своём искренне, но не чувствует себя как дома. И ему нравится какая-то другая культура, другой город. И вот он и ищет, ищет возможности туда уехать. Возможно, изучает язык, местность изучает и стремится туда попасть. Потому как в прошлой жизни он именно там жил и что-то там не доделал. То есть жизнь ему так сложилась, что ему как-то не дожил в этом пространстве, что-то не сделал. И он кончится стремиться туда вернуться. Не знаю, вот может быть, это мой случай. Поэтому как... Я не знаю турецкого языка, хотя несколько раз попробовала его выучить и продолжаю учить здесь уже по местности. Вот. И всё равно это мне не мешает здесь находиться и продолжать хотеть здесь остаться. Не знаю, на какое время, но пока ощущение, что я должна здесь жить. Потом посмотрим. А вот небольшое эзотерическое такое отступление. Вот мы уже второй мост проезжаем. Ну, я такие маленькие кусочки поснимала. Очень просто красиво. Не могла просто так... Ну, и проезжали и наслаждались, и фотографировались, но и успела что-то снять. И решила вставить сегодняшнее видео. А ещё Стабул меня вдохновляет на картины. Я, кстати, не рассказала, не поделилась, что у меня продались два рисунка Стамбула на Etsy и один маленький Асио формата тоже вид Стамбула на Ebay. Так что Стабул меня вдохновляет, и я нарисовала ещё одну большую. На большом холсте вот видно как мы едем утром, поэтому пустой корабль. И да, на большом формате закончила ещё одну работу, потому что я одну сделала копию Шишкина и взяла такой же формат 50 на 70 сантиметров и написала Стамбул из Стамбула из парка. Вот. Это, конечно, немножечко преувеличила в реальности по-другому видится то место, но всё равно Стамбул меня вдохновляет, и есть ещё идеи, что я хочу написать. Очень много даже идей. Так что вот и творчество моё тоже двигается, которое теперь связано с этим городом. Спасибо за просмотр, буду заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если понравилось видео, и встретимся ещё. Пока-пока.